Девушки отдыхают Сознание, если это возможно, заставлял тебя верить, что при помощи истории, визуальной составляющей, диалогов, рассказов в камеру, речи, можно достичь чего угодно. Для меня это был ключевой элемент Бергмана. Но в первую очередь, конечно, вдохновлял постоянный спор, духовный спор, возвышенный спор. Именно это заставило меня фанатично смотреть все фильмы Бергмана. И хотя я многого не понимал, каждый фильм казался разговором с самим собой. Казалось, что он даже сам не смотрел свое кино. Конечно, это не так. И, конечно, ему было важно, чтобы его смотрели. Но потом он просто снимал, обращался к себе и к окружающим. А мы цеплялись за его идеи. Их было много. Так что его картины никогда не выйдут из моды. В 60-х Бергман живет вместе с актрисой Лив Ульман. Они – любовники. Ух ты. Это цифры? Да. Какие-то непонятные цифры. Это имена? Хелен? Да. Григраун? Яки. Лив? Та, что взяла мою жизнь. Ага. Смотрите, Лив уходила. Вау. 64. Некоторые закрашены, а некоторые пустые. Я не знаю, почему. 95-й зачеркнут. А это что такое? Наклейки или марки? Да. Это марки. Значит, он получал почту. Вау. Интересно, что значит сердечко? Может, сердечко – это когда они вместе, а круг… Видите, тут круг, а под ним точка. Буква А, еще икс. Да, загадочно. Очень необычно. Тут полно сердечек. 1969-й. Это же года. А почему тогда 95-й вычеркнут? Непонятно. Кто объяснит? Пятая жена Бергмана, Ингрид фон Розен, умерла в 1995-м году. Ужасные сны мне снятся. Беспощадные. Дерьмовая ночь. Тут написано «У меня отличная карьера, но я не могу спать». И вот еще здесь страшно, 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 страшно. В конце 1973-го года мне было 18. Этот день я никогда не забуду. Это был день моего прозрения. Тогда на Тайване был доступен всего один фильм Бергмана. В начале 70-х мы с друзьями посмотрели его в киноклубе, в кинозале. Я посмотрел два раза подряд и не мог пошевелиться. Мне казалось, что меня лишили девственности. Он лишил. Я ничего не понял, но был поражен. В Тайване я ничего подобного не видел. Меня строго воспитывали, учили быть паинькой, ни о чем таком не думать, заниматься и поступить в колледж, чего я сделать не смог. Моя мама ревностная христианка. Каждое воскресенье она вела меня в церковь. И до 14 лет я молился 4 раза в день. А потом я бросил. Подумал, зачем это? Вот такое у меня прошлое. И тут я увидел девичий источник. Такое было со мной впервые. Можете представить эффект? Я был ошеломлен и не знал, почему. Оказывается, можно задавать вопросы, связанные с верой. Я не мог это представить. Помню, в конце фильма был кадр, он до сих пор на меня действует. Моменты размышления я всегда снимаю с затылка. Вот такой кадр. Отец смотрит вверх и спрашивает. Боже, почему? Когда он размышляет об убийстве, он поднимается, там маленькое дерево. Возле холма. Не знаю, почему этот кадр ударил меня, будто молотом. Он просто смотрит на дерево и... Когда я учился в старшей школе, я пошел на девичий источник, потому что думал, что это порно. Мне было очень скучно. Это была моя первая встреча с Бергманом. Нужно пересмотреть этот фильм. Я уже давно планировал. В начале 60-х новое поколение шведских режиссеров критиковало Бергмана. Называло его буржуазным и скучным. Ответом Бергмана стал провокационный фильм, который запустил в Швеции жаркие дебаты на тему цензуры. В молчании две сестры и маленький мальчик селятся в отель в стране, где говорят на чужом для них языке. В этом фильме Бергман сознательно сократил количество слов и диалогов и сосредоточился на образах и музыке. В результате появился один из самых анализируемых фильмов в истории кино. По одной из версий, это фильм о молчании Бога и неспособности людей к общению в холодном мире. По-моему, это очень мощный фильм. Я знаю, что когда он вышел, это было страшное табу. Но все равно это было потрясение. Бергман просто ничего не боялся. Не боялся поставить камеру в очень интимное положение, чтобы впитать человека. Лично мне просмотр молчания приоткрыл личное пространство всех трех персонажей. Эти люди отправляются в молчаливые путешествия. Некоторые окунаются в глубокое, глубочайшее одиночество, которое ничем не заполнить, разве что музыкой. И как раз в этом красота кино. В том, что язык фильма – это то, что ты видишь. Диалог наводят на предмет, но он не бесконечен, он ограничен, у него есть потолок. Некоторые вещи не проговариваются. И все возможно. В нем есть бескрайняя глубина. Она охватывает все. Тишина – отличный инструмент кинематографа, а может и всех видов искусства. Когда я использую тишину, я не делаю это специально, но это бывает довольно часто. Мне кажется, это связано с моим происхождением, азиатскими корнями. Западное искусство работает с материей, а мы – с пространством. Это традиция. Поэтому мне понравилась такая форма, и я пользуюсь тишиной. Но тишина, намеренная или ненамеренная, может быть очень мощной. Особенно в фильмах Бергмана. Режиссеры вроде Бергмана были для меня учителями. Один способ использования звука – это речь. Ты делаешь сообщение при помощи речи. Это самая очевидная форма общения. Но японцы считают, что мы должны понимать друг друга и без слов. Не говори, если не нужно. И не произноси очевидного. Вот типичные японские фигуры речи. И мы довольно часто понимаем друг друга, ничего не говоря. В результате некоторые темы просто не поднимаются. Если поднимешь такую тему, это может показаться грубым, очень грубым. Даже слово специальное есть. Такая библиотека – это настоящая роскошь. А это его наклейки? Это наклейки Бергмана? Да. Он такой плодовитый. Замечательно, когда в твоей библиотеке есть полка книг о тебе. Это здорово. Читал ли он их? Думаю, да. Ингмар Бергман был болен и истощен, находился в очередном санатории в Стокгольме и писал сценарий «Персоны». Фильм порожден желанием обозначить новую главу в его работе. «Персона» посвящена двум женщинам, которых играют Биби Андерсон и Лив Ульман. Они словно соединяются в один образ, когда решают удалиться на берег моря. «Персона» считается одним из шедевров кино. Особенно показателен новый язык фильма. Бергман говорил, что «Персона» спасла его. Он показал все, на что способен. И ему было все равно, что скажет зритель.